Елена Серикова Здравствуйте, это программа «Второе дыхание». Сегодня на паркете «Спортсокликса» «Сибирский нефтяник» встреча двух претендентов на медали чемпионата России по баскетболу. Такие тяжелые моменты важен командный дух. И кто, как не капитан, может повести за собой. На финише чемпионата каждая игра решающая. От исхода матча «Омского нефтяника» и «Пензенского спартака» напрямую зависело игровое место соперников в таблице чемпионата. Цель у обеих команд – попасть в тройку призеров чемпионата страны и оформить прописку в турнире более высокого уровня. В этой встрече победу одержал омский нефтяник. Амички переломили ход игры в свою пользу в третьей четверти и выиграли со счетов 92-83. Команду спасает сплоченность коллектива, нацеленность на победу. За то, что каждый игрок хочет помочь своей команде максимально и свыше своих сил. И выкладывается на площадки полностью. В этом важнейшем для команды матче Елена вышла в стартовом составе и на протяжении всей игры была настоящим лидером. Но капитанам нужно быть не только на площадке, но и на скамейке запасных, где столь же четко ощущается накал борьбы. В спорте это называется создать командную химию. Капитан это же как лидер считается. Он должен в трудные минуты поддержать команду, даже сидя на скамейке. Он должен завести команду и показать, что мы выиграем, все-таки мы победители. И чтобы все верили в свои силы. Очень сложно дать четкое определение, что значит быть хорошим капитаном. Точнее всех бросать, быстрее всех бегать – это слишком просто и неправильно. Можно сказать, что капитан – это правая рука тренера, проводник его идей на площадке. И очевидно, что им должен быть настоящий лидер. Это игрок, обладающий авторитетом, чувством ответственности за товарищей, умеющий поддержать, подсказать, помочь и, что более важно, взять ответственность за принятое решение. И у Лены Сериковой это хорошо получается. Как игрок опытный, она пользуется авторитетом. Иногда я с ней советуюсь по поводу плана на игру. Но и так во время игры, ее голос слышен, она подбадривает девчонок. Ну, старается как может. В текущем чемпионате баскетбольная дружина Омской области решает серьезные задачи и борется за самые высокие места. Перед стартом турнира на выставке в экспоцентре губернатор Омской области Леонид Полежаев встретился с командой «Нефтяник» и лично поставил задачу перед баскетболистками на сезон 2010-2011. Повышение в классе и выход в Суперлигу А. Сегодня загадывать что-то пока рано. Прогнозы в спорте вечно благодарные. Ну, а мички играют в этом сезоне гораздо лучше и как никогда близки к своему лучшему результату. Нам очень здорово помогают с переездом в наше министерство в лице Шелпакова Сергея Васильевича. Мы раньше мечтали только о перелетах на самолетах. А в этом году, вот уже четвертая поездка, мы летим до Москвы на самолете. Мы как никогда хорошо играем в этом сезоне на выезде. По 75% с каждой поездки побед, то есть из четырех игр три выиграем. Такого раньше не было. Создать в команде хорошую дружескую атмосферу – это также важно, как и суметь принять в игре нелегкое решение. И взять на себя ответственность за результат. Недаром говорят, что капитан – это душа команды. Уже который год на выездах мы живем вместе с Леной, готовимся к играм вместе. И я заметила, что она очень энергичная, веселая, оптимистичная. Лена может забивать закрытыми глазами, а еще она может забить в центре площадки. Лена у нас веселая, она ходчивая и может поддержать в любую минуту. Чем занимается Елена Серикова в свободное от баскетбола время? Вы будете удивлены – баскетболом. Будучи действующим игроком, тренирует ребятишек. Елена лично участвовала в отборе девочек для своей команды. И уже около года воспитывает юных баскетболисток. На самом деле мне очень нравится с детьми работать. У меня была уже практика. Я учила детей в школе в свое время, пару месяцев. И как бы нахожу контакт с детьми хороший. Я смогу воспитать баскетболистов не хуже, чем я сама. Каждый ребенок индивидуальный, у каждого что-то есть свое, уже где-то проявление целеустремленности. У кого-то есть от природы дар, талант в баскетбол играть, у кого-то скорость. У кого-то просто глаза блестят, он ничего не имеет, но он хочет этим заниматься. И это как бы радует. Ну а методики, у каждого тренера свои методики. Я стараюсь донести детей более спокойно все это. Я надеюсь, что все-таки мы же личности все. И каждый ребенок, он должен понять, что от него требует тренер. Она подойдет и, например, руку может поправить спокойно, а не будет говорить, что неправильно и исправляюсь. И она сама сделает. Ну я занимаюсь второй год, и Елена Сергеевна, мне кажется, очень хороший тренер. Мы стараемся, чтобы нас не ругали. Ну кто как делает, так она и говорит. Вот она нам говорит, да, ну как правильно кидать. Она это все показывает. Я спокойна за этих девочек, за юных омских баскетболисток. Они находятся в надежных руках талантливого тренера и игрока. В детстве ведущая программы «Второе дыхание» тоже занималась баскетболом. У меня появилось огромное желание вновь взять в руки мяч. Ну а Лена, пользуясь уже своими тренерскими навыками, устроила мне настоящий мастер-класс. После работы скорее домой. И уже по дороге ее встречает любимый сын Руслан. И вот этот симпатичный пес. Руслан так же, как и мама, спортсмен. Только несмотря на юный возраст, уже проявил мужской характер. Заявил, что игровые виды спорта не для него. Он выбрал единоборство. Занимается уже второй год. А на соревнованиях положил? Да, сразу же играл два раза. Сейчас нас тренер хвалит уже. Говорит, что у нас есть успехи. Небольшие, но все-таки есть. Наверное, доходит на него, что надо стараться, надо трудиться, чтобы чего-то в жизни добиться. А не просто достается. Болеть за маму на играх чемпионата не всегда получается. Из-за своих тренировок и нагрузок в школе. Но Руслан с интересом следит за успехами своего самого дорогого человека. Это моя бронзовая медаль в баскетбол. Это я вторая бронзовая тоже медаль в баскетбол. Это третье место в баскетболе. 2002 года. Да, наверное, вырасту. Может быть, буду заниматься каким-нибудь спортом. Может, когда я стану чемпионом. Не знаю почему. Но, скорее всего, по борьбе, потому что я сейчас занимаюсь. И, наверное, заработаю какие-нибудь медали. Кажется невероятным. Но в этой девушке гармонично сочетаются и талантливый спортсмен, и требовательный тренер, и ласковая мама, и аккуратная хозяйка. В чем же секрет? Смотреть на жизнь позитивно, скажем так. Брать от жизни все, что она дает. И, я думаю, меньше расстраиваться, меньше отчаиваться, меньше плакать и ныть, и унывать. Надо больше улыбаться, я думаю. И больше оптимизма по жизни. Тогда будет все получаться. Точные броски Елены Сериковой принесли немало побед баскетбольному клубу «Нефтяник». И мы не сомневаемся, что в скором времени уже ее воспитанники будут радовать нас красивой игрой. Это была программа «Второе дыхание». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова